Музыка Вы знаете, не могу вот какой вопрос не задать, поскольку я считаю, что, ну то, что условно говоря, можно назвать одним словом Украина. Вас в семье, скажем так, единодушно понимают эту тематику? Я не спрашиваю, как ее понимают? Вы знаете, я скажу так. Есть ли по этому поводу конфликты внутри семейного характера? Нет, нет, нет. Мы с Ольгой, как бы сформулировать, стараемся не судить о том, о чем нам не хватает знаний. То есть то, что происходит на Украине, мы оба понимаем, что это трагедия. У нас дома есть помощница, она с Украины. То, что она рассказывает о том, как живут ее родители, это катастрофа. У меня есть родитель, который из Луганской области, а ее родители западные Украины. Казалось бы, они должны здесь быть двумя, так сказать, враждующими лагерями, да? Ничего подобного. У них прекрасные отношения, у них абсолютно одинаковые взгляды по поводу того, что происходит на Украине. Дальше продолжать не буду, чтобы ни у того, ни у другого не было проблем дома. Но, если одним словом, трагедия, просто трагедия. Но для того, чтобы она не... как ее закончить, вот эту трагедию, я не могу сказать. Нет понимания, а быть пикейным жилетом не хочу. А что касается того, чтобы как и не допускать такие подобные вещи впредь, то вот здесь у меня понимание есть. Нельзя считать, что что-то есть навсегда. Вот это как вступление в брак. Один мой знакомый, когда от него ушла жена, сказал, я не знаю, ну это же... Ну все, вы же вступили в брак, сделка закрыта, что называется. Это был ответ на мой вопрос, а как ты часто дарил ей цветы в течение года? Ну как, дадим рождение на 8 марта. Я говорю, и все. Вот то же самое и отношения между государствами. Нельзя считать, что когда-то дружеское государство... Нет, это я для вашего... Мы его субъектом слышал, понял. Вопрос, а вы как часто дарите цветы своей жене? Ну я бы сказал так, что Ольге цветы 360 дней в году точно. 5 дней, может быть, я пропускаю, но... Однако.